Затмить всех своей красотой и блистать на главной площади Липецка. Ради этого 17-летняя Виолетта и ее родители готовы на многое. Даже затянуть потуже пояса. Ведь выпускной бывает раз в жизни. Наряд для Золушки обошелся семье в 16 тысяч рублей. Платье стоит 11 тысяч, туфли 3,5, клатч 1,5. И это еще не предел. Есть цены на платье намного выше, чем это. У меня была знакомая, она купила себе платье за 85 тысяч. Платье и туфли лишь часть образа. А ведь еще маникюр, макияж и прическа. Вроде бы мелочи, но они могут существенно повлиять на внешний вид. Поэтому выпускницы чаще всего обращаются к профессионалам. Виолетта решила сэкономить. Маникюр и макияж делает сама. В своих навыках уверена. За время подготовки к выпускному она проштудировала кучу глянцевых журналов. Я смотрела модные программы, изучала в интернете все уроки макияжа. Как надо правильно накраситься, какие тени нужно подобрать под платье, чтобы это все красиво гармонировало. В общем, я очень старалась, очень готовилась. Сэкономить можно и на прическе, если делать ее не в салоне красоты, а в парикмахерской. Виолетта вызвала мастера на дом. За прекрасный локон она отдала всего 1000 рублей. Парикмахер Ирина к выпускникам выезжает часто. Это ее вторая прическа на сегодня. По словам мастера, выбирая между ценой и комфортом, выпускники отдают предпочтение второму. Некоторые выпускники, у кого есть время посвободнее, приезжают в парикмахерскую. А у некоторых времени, то по записи уже поздно или еще что-то, они как бы приходят, вызывают мастера на дом. Поэтому это как бы и экономичнее по времени и удобно. Во сколько обойдется выпускной бал, решают, конечно, родители. Зачастую они не скупятся. На один из главных дней в жизни их чад семья в среднем готова потратить месячную зарплату. Но при большом желании сэкономить, как оказалось, можно. Анастасия Сердюкова, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время.